Всем привет, ребят! Всем доброе утро, добрый вечер! Мы добрались, мы наконец-то на месте, мы в своем любимом Сочи. Да, вот, конечно, да, дорога была очень тяжелая, два дня на машине, это прилично. За один день я не могу доехать, я не знаю, как это делают другие люди, я слышала, что многие доезжают и за один день, но, честно, у меня не хватает сил, у меня глаза сходят с ума, когда я долго еду. Вот это вот постоянно, и они у меня начинают напрягаться, и потом начинают все это дело дергаться, в общем, нет, это не мое, это небезопасно, короче говоря. Но за два дня, надо сказать, что для меня это тоже рекорд, потому что в прошлый раз, когда мы ездили на машине, я доехала за три дня, да, то есть это не первый раз, когда я на машине сюда еду. В прошлый раз доехала за три дня, но нам как-то адски не везло в дороге, мы побывали в нескольких пробках, плюс не столько было построено платных участков, которые позволяли бы сократить путь в объезд, например, города, те же самые Лиски, Лискинский район, там всегда была пробка, там всегда просто. И вот в прошлый раз, когда мы ездили, мы действительно, мы отстояли Лискинский, был уже вечер, и нам пришлось заночевать недалеко там в Павловске. В этот раз за два дня, да. И первая ночевка у нас в этот раз была, мы проехали Павловск, мы проехали Богучар. Короче, мы немножечко не доехали до Каменск-Шахтинского, вот, то есть мы были в Ростовской области примерно в 150 километрах севернее от Ростова. Я думала доехать до Ростова, но силы меня покинули, поэтому мы остановились на заправке, там была недалеко заправочка Shell, вот. Вот, и встали на ней, там на самом деле куча народу парковалась, там куча народу ночевала в машинах. Мы встали, перекидали вещи, надули свою надувную кровать, разложили пледы, разложили подушки, мы их с собой брали, и неплохо так заночевали. Да, было немножко холодно ночью, но завод машины, и всё в порядке, становилось всё просто супер. Вот, так что, да, на утро стартанули на самом деле очень рано, мы встали примерно в половину пятого утра. В пять мы уже перекидали всё, что у нас было с вещами, там сдули кровать, всё подготовились к отъезду и стартанули. На самом деле была очень мудрая мысль, кто-то там шумит, потому что, когда мы ехали, машин было мало, несмотря на то, что уже светало, всё практически светло было. Оказывается, по дороге к Ростову было ещё дофига ремонтов дорог, и если бы мы выехали немножко позже, то, скорее всего, мы стояли бы в пробках на этих ремонтах. На самом деле эти ремонты дорог, они, по-моему, не кончаются никогда, потому что первый раз, когда мы ехали, я прям помню, как мы стояли в пробке перед Ростовом-на-Дону. Из-за ремонта дороги, этой же самой дороги, в общем... Ах, не знаю. В общем, в восемь утра мы были уже за Краснодаром. Мы остановились в городе Аксай. Честно, не было снимать ни времени, ни силы, хотелось побыстрее доехать. Вот. Мы остановились в Аксай, в Маке, чтобы покушать. Не учли то, что там будут только завтраки в это время. Ну, не суть, ладно. Мы всё-таки перекусили, нашли чем перекусить. Вот. И выдвинулись сюда. Получается, на серпантин мы вышли в 12 часов примерно. И я не думала, что мы выйдем на серпантин на второй день. Я как-то думала, что, скорее всего, мы остановимся, как и в прошлый раз, где-нибудь в горячем ключе. А в сторону Сочи поедем уже на следующий день утром. Но так как мы въехали на него в 12 часов... Типично. Всё очень типично для Сочи. В общем, да, мы решили ехать. И вот мы были в Сочи к закату. Дальше был полный трешак. Честно, это было... Это было ожидаемо, потому что я, в принципе, знакома с тем, какое жильё бывает в Сочи. Это для меня не новость. Да. Ну ладно, чё. Короче, ещё будучи в Москве, Димка забронировал квартиру. Я её посмотрела, вроде как неплохо. Меня только смущал район. То есть это Донская, это Мамайка, это Новый Сочи. Это вот в той стороне. Меня смутил район. Я уже начала подозревать, что будут какие-то проблемы. Ну ладно. Думаю, окей. Ему так хотелось, потому что в квартире была очень большая лоджия. И ему так понравилось. Он говорит, я хочу большой балкон, я хочу большую лоджию. Я хочу утром, открыв окна, сидеть, пить кофе, завтракать. И, в принципе, работать с видом вот на улицу. Даже не обязательно на море. Просто вот на улицу. На горы. Без разницы. Не суть важна куда. На улицу, короче говоря. Чтобы не выходя из дома, иметь возможность выйти на воздух. Я не стала препятствовать. Надо было, наверное, все-таки настоять и не бронировать ее. Ну, в общем, забронировали мы ее на 4 дня на первых. Чтобы была возможность здесь покататься по квартирам, посмотреть их и забронировать потом в итоге что-нибудь другое, более подходящее. И когда мы приехали в эту квартиру, к дому подъехали, оказалось, что, во-первых, она стоит на горе, градусов, наверное, 30. И это было первое, да, что не понравилось. Мы припарковали машину багажником вниз. То есть она у нас встала вот так, нос вот здесь, где пальчики, да, и вниз. Парковки нет. То есть парковку мы искали. Кто знает Сочи, Сочи с парковками просто беда. И встать можно было только за домом. Перед домом все места огорожены всякими конусами, всякими проволоками, всем, чем можно. Короче, владельцами квартир в этом доме. Да, это тоже нормально для этого города. Вот. Встать можно только за домом, где вот эта вот здравенная гора. Мы встали, поставили машину, решили, что мы возьмем с собой часть вещей. И Димка открыл багажник. Из багажника посыпалось все на дорогу. Нам пришлось все это ловить. Мы бежали вниз за вещами. Да, мы все это дело поймали. Все упаковали обратно, запихнули. Это был, наверное, второй звоночек, что надо задуматься. А потом думаем, пойдем в квартиру. Въезд самостоятельный в этой квартире. То есть ключи под кодовым замком в ящичке лежат специально. Мы набираем замок, все, как бы набираем код. Достаем оттуда ключи, входим в подъезд. Я уже по подходу к дому почувствовала запах плесени. Потому что дом, видимо, стоит на ножках, а вокруг него сделан типа настил, чтобы удобно было входить в подъезд. Потому что там внизу какая-то прорва, и там, видимо, вода стоит, судя по всему. Да, это был третий звоночек. Мы вошли в подъезд. Подъезд, мягко говоря, отвратительный. Я не буду вдаваться в подробности, но и запах, и, в принципе, состояние подъезда внутри, это... Это уже жесть. Квартира... Ой, мамочки, кыш на меня. Носа села. Живность тут вовсю. В общем, вошли в квартиру, поднялись на этаж, вошли в квартиру. Квартира очень старая. Квартира раздолбанная вся. Дверь в ванну не закрывается. Там, в принципе, сделана пластиковая гармошка, которая не имеет замка. Сверху с петель эта пластиковая гармошка уже упала, и дверь элементарно просто была прикреплена к одной стене, а по полу шарилась вот так вот. Там была очень грязная сантехника, там было страшно вообще к чему-либо прикасаться. Там всё липкое, хоть хозяин говорит, что у него после каждого гостя убирается горничная, как он говорил, но это не так. Там было всё липкое. Прикасаться страшно. Сплошные сколы, сплошные... Ой, там вообще грязь в плинтусе. В общем, у меня остались кое-какие фотографии, так что если... Ну, я вставлю, я думаю, после сейчас. Или где-нибудь во время. Ну, посмотрим. В общем, вся квартира раздолбанная. Потолки явно текли, и текли неоднократно, и никто после этого ничего не делал. Туалет тоже страшное зрелище. Единственное, что там было чистое, там было, видимо, постельное бельё постиранное, или оно было новое, потому что... Ну, оно выглядело свежо, нормально. Но я даже не захотела заглянуть под постельное бельё и, в принципе, посмотреть, что там с матрасом, что там с кроватью. То, что он пролёжен, это и так понятно, потому что лежит покрывало, и оно так, знаете, так... Футь! Футь! На дваспальной кровати. Ну, всё ясно. Вот. В общем, я, честно сказать, у меня был шок. У Димки шок. У меня шок даже не от того, что такое возможно. Я знала, что такое возможно, и, скорее всего, мы в это приедем. У меня был шок от того, что закат. И уже стемнело на тот момент. И что делать? Оставаться в квартире в этой ужасно не хотелось. Я побрезговала, потому что я себе сложно представляла, как я буду залезать в душевую кабину грязнющую, как Машу туда запихивать. Нет, это было ужасно. И лечь в кровать. Ну, в общем, паника была от того, что вечера нет времени найти другую квартиру. Вот что. Ладно. С этим мы кое-как справились. И то спасибо нашему товарищу, у которого мы останавливались дважды, будучи в Сочи. Я даже кому-то в личке давала его контакты, кому нужна была квартира. И каждый раз у него были отличные квартиры. Очень свежие. В новых домах расположены. Вот ЖК, который вы здесь настроили, ему неимоверное количество. Они все свежие, они новые. Естественно, и ремонты новые, и квартиры. Вот. И мы уже позвонили ему, и говорим так и так. Мы тут, а та квартира, в которую мы приехали, не оправдала ожидания. Типа, есть у вас что-то? Он говорит, у меня есть одна. Сейчас бархатный сезон, сейчас люди едут, поэтому все занято, но у меня есть одна свободная. Она не очень близко к морю, но дом новый, квартира новая, ремонт свежий. Единственное, ее не успели убрать, потому что люди только что уехали из нее. Мы, конечно, думаем, да, надо смотреть. Мы даже не стали распаковывать вещи. Мы запихнули от той квартиры ключик обратно в этот кодовый шкафчик и уехали. Приехали сюда, смотрели квартиру. Квартира свежая, никаких вообще претензий нет, ничего. Что-то ветер поднялся. Никаких претензий, ничего. Все супер вообще. Она светлая, чистая. Она, конечно, студия. Мы бронировали двушку, а это студия. Ну и ладно. Зато он нас выручил в самый нужный момент, когда нам это требовалось. В общем, мы ее забронировали. Да, стоит еще учитывать тот факт, что я после двух суток дороги, Маша тоже. Мы все хотим есть, мы все хотим спать, мы все хотим отдыхать. И тут вот такое. Ну ладно. В общем, въехали в эту квартиру, перетащили вещи, все как бы, все хорошо. Сейчас вот придет клинер, вымоет квартиру. Но, слава богу, что все постельное белье свежее, все новое, нам все выдали, мы все постелили вчера вечером, спокойно спали безо всяких. Тут есть все, что нужно для жизни. Нормальная посуда, не старая. Мы вчера в той квартире достали сковородку, она вся изжарканная. Такое впечатление, что люди на ней жарили, я не знаю, и ножом потом отскребали эту яичницу, или что-нибудь там делали. Ну, в общем, все в отвратительном состоянии. Блендер немытый, и у него по ребрам этой чаши собралась грязь. Короче говоря, это ужас вообще. В общем, все хорошо. Единственное, на что нас вчера хватило, это мы плюнули на все, и мы заказали еду. Да, здесь. Мы решили, что сейчас ни настроения, ни желания готовить не будет. Димка очень расстроился, он никак не ожидал такой подставы, потому что на фотографиях все супер, а по факту просто ужас. Вот. Все. В общем, живем мы не очень близко к морю. До моря где-то минут 15-20 пешком. Но я считаю, что это нормально. Мы, в общем-то, сюда пришли не тусить. Приехали не тусить и не находиться в толпе на море. Если нам надо будет сходить туда, мы просто сходим. 15-20 минут пешком это небольшая проблема. Самое главное, из-за чего мы сюда ехали. Здесь погода, здесь солнце, здесь тепло. Я не знаю, почему в погодных приложениях показывают, что здесь 22-23 градуса. По факту, это не так. Здесь по ощущениям, вот если как мерить с Москвой, здесь 26-27-28 градусов. Потому что мы сегодня посмотрели 22 градуса на приложении. Димка пошел в машину, пояснил с какими вещами еще. Вышел на улицу, потом возвращается, говорит, там такая жара, там градусов 28, там градусов 30, говорит, вообще. Вот. А здесь очень тепло. Ой, бабочка. Ты такая милая. Вот здесь очень пахнет зеленью, здесь очень пахнет морем. Здесь вообще нет никаких еще предпосылок, никаких следов даже осени. Здесь все зеленое. Я довольна, это не сказать ничего. Я очень довольна, правда. Это очень круто. Что еще хотела я сказать, вам рассказать такого. А, здесь можно спокойно припарковать машину внизу. Ну, не очень спокойно. Здесь довольно тесно. Но, тем не менее, здесь можно припарковать машину. Здесь недалеко от нас магазин перекресток довольно большой. Короче, мы поселились в районе Светланы. Светлана очень хороший район, считается, в Сочи. Вот. И да, это очень далеко от Донской и очень далеко от Мамайки. И от Нового Сочи. Мы, по сути, через центр на другой стороне. Вот так. Все. Мы довольны, мы успокоились. Мы сегодня завтракали с умиротворением на лице. Это прекрасно. Здесь маленький балкончик. А, ну, я вам квартиру еще не показывала, но я покажу обязательно. Здесь маленький балкон, но он есть. И выходит он очень удачно. Мы там выглянули за лоджию. Там не балкон, там лоджия, она застеклена, выйти некуда. То есть, можешь открыть окна и так высунуться. Мы открыли окна. Там мы высунулись. Внизу шло какое-то обсуждение двух пылялкашей, то ли что, я не поняла. Внизу орали дети. но самое страшное, что потом внизу подъехала какая-то газель и вокруг нее собрался взрослый народ с матом, с прибалутками, по полной программе. в общем, в общем, Слава богу, мы оттуда уехали, теперь мы полностью счастливы, кажется. И на будущее хочу сказать для тех, кто собирается ехать в Сочи. Либо бронируйте квартиру, несмотря на отзывы, либо бронируйте квартиру у проверенных людей, где уже кто-то был и действительно подтверждает, что все хорошо. Либо бронируйте какое-то проживание на недолгое время, например, там два-три дня, и приехав сюда, уже на месте, ищите себе жилье по факту. То есть созванивайтесь с хозяином, приезжайте, смотрите, чтобы не было вот таких вот сюрпризов. Потому что здесь это не редкость, когда фотки не совпадают с реальным состоянием квартиры. Вот так. А, да, я же вам не сказала. В итоге, сегодня, о, сегодня, вчера вечером Динка звонил тому хозяину и говорит, вы извините, но я бронь отменяю. Но, к сожалению, бронь была на четыре дня, и во время отмены ты получаешь взамен только последние сутки. Ну, в нашем случае было так. То есть из всей суммы мы получали только за один день. Динка вам позвонил, говорит, я отменяю бронь. Он говорит, что случилось? Ну, ему объяснили, как есть, что квартира не оправдала ожидания, что с фотками не имеет в реальности ничего общего, что очень грязно, все сломано там. В общем, не этого мы ожидали, так как мы с ребенком, вот, то искалась квартира более свежая, более комфортная. На удивление хозяин сразу согласился, вот это вот плюсик в его карму, сказал, да? Понятно. Ясно. Давайте так, я вам верну всю сумму за бронирование, а вы бронь не отменяете. То есть, видимо, там какие-то штрафные санкции, возможно, будут для квартиры, или, возможно, там потом эта квартира не так будет в поиске выдаваться, короче, я не знаю. Вот. Я вам верну деньги, а вы не отменяете бронь. Собственно говоря, так на этом и порешили. Бронь мы не отменили, но это не отменяет написание отзыва. И над этим мы пока еще думаем. Хотя там на первой странице только один плохой отзыв, как раз который описывает все то, что видели мы. Все остальные краткие отзывы такие, типа, квартира супер, все хорошо, классная квартира, то ли они заказные, то ли, я, короче, не знаю, то ли просто менее требовательные люди въезжали. Может быть, может быть, я допускаю. Рейтинг у квартиры очень большой. Вот так. Ну, в общем, будьте внимательны, когда что-то бронируется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! blogовская субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Добавилу и